Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме уже в ближайшее время. При этом Стефанчук подчеркнул, что витировать закон уже нельзя. Срок для этого истёк. «Я бы не сводил этот вопрос к какой-то конспирологии. Право витировать уже нет, завершилось на 15-й день. А потому есть только один вариант – этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время, и он будет опубликован», – рассказал Стефанчук. Он считает, что в офисе президента просто продолжаются внутренние процедуры согласования, так как это очень сложный документ. 26 января Верховная Рада поддержала законопроект о всеукраинском референдуме во втором чтении и в целом. За документ проголосовали 255 народных депутатов. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы 1, 3, 8 Конституции. Вопросы общегосударственного значения, вопросы об изменении территории Украины, об утрате силы закона Украины или отдельных его положений. Накануне Стефанчук презентовал законопроект о местном референдуме. Этот 131-страничный документ написала рабочая группа во главе с самим Стефанчуком. В течение нескольких недель проект будет обсуждаться, а уже в середине или в конце апреля он будет внесен на голосование в сессионный зал. Почти два года Зеленский президентствовал без закона о местном референдуме, а сейчас он вдруг ему понадобился. Что же случилось? Тут возможны разные мотивы. На поверхности лежит желание понравиться избирателям. Дескать, продолжаем развивать народовластие, однако много очков тут не наберешь. Как записано в проекте, на местный референдум не могут выноситься вопросы, которые касаются местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Когда проект еще только разрабатывался, высказывались подозрения, что он будет использован в политических торгах с Россией на переговорах по Донбассу. Дескать, в ОРДЛО проведут референдум, который легитимизирует кремлевских марионеток и оккупационные войска. Однако худшие опасения не подтвердились. Стефанчук по настоянию Зеленского специально добавил в самом конце проекта пункт о том, что проведение местного референдума в пределах оккупированных территорий возможно лишь через три года после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины. И далее подробно расшифровывается, что это означает. Вывод российских оккупационных войск, восстановление полного контроля Украины за госграницей и так далее. Главный мотив Зеленского заключается в другом, а именно в том, чтобы получить дополнительные рычаги власти. 25 октября прошлого года состоялись местные выборы, на которых слуги народа проиграли выборы мэров во всех крупных городах. И сейчас городское самоуправление весьма непослушное, и именно самоуправление, что крайне не нравится банковой. Теперь же местные референдумы станут для Зеленского легальным механизмом, чтобы приструнить непослушных мэров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...